Добрый вечер. Ну вот по характеристике, конечно, обстрелов хочется спросить первым делом. Меняется ли каким-то образом вот эта самая тактика и меняется ли схема обстрела, как выглядит сейчас, на что направлены в основном ракеты, те, которые долетают или пытаются долететь до украинской территории? Ну, в целом, глобально они продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру. Сейчас мы видим, что раньше они обстреливали ТЭЦ, сейчас взялись за ГЭС, возможно, пытались как-то повредить их основную структуру, но благодаря тому, что украинцы сбили почти все ракеты, повреждения, на мой взгляд, не такие значительные уж точно, как могли бы быть, но и в целом не сверхкритичные, хотя, конечно, отключения света были. Еще сегодня, интересно, все заметили в том, что не были использованы дроны, потому что до этого использовали одновременно и дроны, и ракеты. Это выгоднее, потому что это путает ПВО, больше целей, сложнее сбивать. Одни ракеты летят быстро, ну, сравнительно быстро и по одной траектории, дроны летят по другой траектории, медленно. В общем, все это усложняет задачу украинским ПВО. А сейчас вот дроны не использовались. Непонятно почему. То ли они кончились или как-то вот временно кончились, да, может быть, они где-то есть, но их еще не подвезли, там, не настроили, не собрали, скажем так. Либо это сознательная такая вот уловка какая-то, какая-то тактика, но пока сложно сказать, что именно. Может быть, проверяют, какое ПВО есть. Но опять-таки, так как на ракеты и на дроны все-таки работает несколько разное ПВО, разные варианты их поражения, то это тоже не очень хорошо работает. Ян, как раз тогда хотел перейти по теме ПВО к нашей цифре дня. Командование военно-воздушных сил Украины сообщило, что сегодня Россия выпустила по Украине 50 крылатых ракет, из которых удалось сбить 44. Раньше удавалось сбивать, ну, вот по нашим каким-то таким дилетантским, моим, скажем так, подсчетам, каждую вторую ракету, да, а сейчас такой качественный скачок. Опять же, с чем это может быть связано? Действительно, с тем, что не было дронов, или есть какие-то дополнительные факторы? Ну, как минимум, с тем, что совсем недавно было поставлено несколько новых систем ПВО, западных, в том числе немецкие ИРИСТЕ, и ими обещали прикрыть Киев, и, судя по всему, прикрыли, потому что как раз вот эти вот кадры сбития ракеты, мы знаем уже, да, что ИРИСТЕ работает в Киеве, уже показывали фото с обломками этих ракет, использованных, зенитных, соответственно, видимо, смогли более плотно прикрыть. Ну и плюс действительно то, что не было дронов, это, возможно, чуть-чуть помогло ПВО, то есть слегка упростило, так скажем, задачу. Ян, позволь, еще один такой вопрос задам. Я уверен, ты на него уже успел ответить, но все же интересно, потому что это аргумент, который часто используют, в том числе, пропагандисты на федеральных каналах. Они признаются, да, мы наносим удары по энергообъектам, здесь нет секрета, но зато это действительно мешает украинцам воевать. Смотрите, оружие возят на электровозах, ремонтные заводы работают от электричества. Дескать, видите, это, ну вот мы это делаем, поэтому это действительно эффективно, и да, может быть, это немножко преступление, но, тем не менее, мы таким образом пытаемся выиграть войну. Насколько это справедливо? Действительно ли это настолько сильно влияет на украинскую армию? Или эффекта практически нет и влияет в действительности только на мирных жителей? На самом деле, еще после Второй мировой войны, когда союзники массированно бомбили немецкие города, этот вопрос обсуждался, и в целом был сделан вывод, что подобные бомбардировки, обстрелы именно гражданских объектов, они не особенно эффективны, потому что военная инфраструктура, она быстро восстанавливается, хорошо защищена, рассредоточена, спрятана, и в основном все-таки страдает именно мирное население, а прямо на войну это не влияет, потому что все это имеет накапливающийся эффект, но война слишком скоротечна, чтобы это все повлияло. Соответственно, сейчас, если возвращаться к конкретной ситуации, сложно сказать, как именно отключение света, перебои на железной дороге могут прямо помешать ВСУ, потому что, да, безусловно, есть проблема переброски каких-то подкреплений, припасов и так далее, но в Украине очень плотная транспортная сеть, и когда случаются какие-то проблемы, можно и по дороге отвезти, и, соответственно, какие-то автономные, автономный железнодорожный транспорт использовать без электросети. В этом нет никаких проблем. И в целом сейчас я бы сказал, что все эти обстрелы влияют именно на мирных жителей, причем не так страшно, не так сильно, как утверждают пропаганда российская и Путин. Да, безусловно, надо не забывать, что любой обстрел — это всегда погибшие или пострадавшие, и это тоже очень важный фактор. И вот сейчас это чаще всего мирные люди, работники этих электростанций или там железнодорожных станций и так далее. Там какие-то случайные люди, когда ракеты летят мимо. Соответственно, тоже это нужно учитывать. Но в целом, да, повторюсь, что непосредственно на снабжение, на боевые действия украинских войск это влияет очень слабо. Яна, вот хочется тебе... Да, во-первых, хочется подтвердить свои слова, что украинские мирные жители не так реагируют на то, что происходит, как хочется российскому командованию. Подтверждение тому, и некоторые люди, которые были у нас в эфире из Киева или других городов, они рассказывали, что да, там где-то в феврале производило жутчайшее впечатление. Сейчас, конечно, они страдают от этого, но нет той паники, на которую действительно шойгу или компания рассчитывает. Еще про другое хотелось тебя спросить. Вот на выходных очень популярны были кадры Министерства обороны растиражировало видео, как диверсанты высаживаются в Энергодаре, пытаются высадить, и в это время Министерство обороны спокойно берет и глушит. Довольно мутноватое какое-то видео, но Министерство обороны с упорством достойно лучшего применения по всем своим каналчикам это распихало. Глядя на эти кадры, можешь сказать, что Министерство обороны впервые дает честную, подтвержденную и реальную информацию, или есть какие-то сомнения лично у тебя? Нет, ну, конечно, это очень какие-то такие смутные кадры, непонятно, на какую камеру они записаны, если действительно были какие-то лодки, на которых украинцы куда-то переправлялись, вот их заметили, то, конечно, если бы они хотели снять, они бы могли поставить какую-то более адекватную камеру, тоже ночного видения, тепловизионную, еще какую-нибудь. В общем, это похоже на просто какую-то подставу условно, просто вымышленное видео, которое, может быть, заснялось. Ну, понятно, что, когда видео нечеткое, прежде всего думаешь о том, что, скорее всего, оно нечеткое, потому что нам, чтобы мы не смогли рассмотреть все подробно и выявить обман. Ну, и в целом, вот этот вот захват энергодара, о котором российские власти говорят уже несколько месяцев, якобы, да, украинцы уже несколько попыток предприняли захватить энергодар, правда, нормальных свидетельств мы не увидели, да, мы видели, как российские вертолеты обстреливают остатки моста, которые гитлеровцы пытались построить через Днепр, в общем, выдавая это за какие-то баржи украинские. Это, в целом, вся вот эта вот ситуация, она выглядит довольно странно, потому что, ну, непонятно, даже если украинцы бы пытались захватить энергодар там или атомную электростанцию, зачем им это делать? И понятно, что удержать этот район вот в таком месте, ну, просто нереально, естественно, их бы тут же победили в любом случае, то есть они это прекрасно понимают, зачем им это делать. Ну, вот, это очередная такая вот попытка рассказать, что украинцы хотят там что-то сделать с атомной электростанции, как-то там ее взорвать или испортить, в общем, очередная такая байка, страшилка от российского Минобороны, да и только. Мне кажется, скорее всего, это все идет именно на внутренний рынок для людей, которые, может быть, плохо потребляют информацию и недостаточно о войне знают и в целом не понимают военные действия. Ну, это естественно, гражданские люди не должны понимать войну. И вот им такое показывают с федерального телеканала, они такие, да, 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 вот украинцы пытались, да, 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 и вот это вот только для этого все сделано. Ям, ну и продолжая тему, скажем так, баек от Минобороны, в субботу беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе, в Минобороны довольно быстро сказали, что незначительные повреждения получил только морской тральщик Иван Голубец, но аналитики говорят, что повреждения куда более значительные. Вот скажи, какие данные есть у тебя, что известно сейчас? Ну, к сожалению, какими-то прям эксклюзивными данными я не располагаю, но если смотреть на те кадры, которые, например, сами украинцы выложили, где эти морские, прежде всего, беспилотники катаются по рейду Севастопольской бухты, один из них вроде как в конце взрывается об борт как раз одного из кораблей, вероятно, фрегатов Черноморского флота, кажется, что действительно они могли повредить какой-то крупный корабль. Единственное, что сомневаюсь, что это было повреждение настолько прямо серьезное, ну, как крейсер Москва, да, например, иначе был бы очень мощный взрыв, там, если бы сдетонировал боезапас или там корабль бы совсем сильно загорелся, но шанс на то, что корабль, один хотя бы как минимум из кораблей крупных Черноморского флота поврежден, он довольно высок, и это подтверждается в том числе тем, как быстро и в такой небольшой панике местные власти прямо сказали, что вот все камеры значит заблокируют, все, нельзя нигде снимать и так далее, плюс ничего особо и не показали. Мы видели какие-то фотки с черным дымом из порта, ну и все. Если там все так хорошо, могли бы продемонстрировать, там вот так они не говорили, боновое заграждение повреждено, ну так покажите, что вот, значит, никаких сильно серьезных нет повреждений, только заграждения, обломки дронов тоже, кстати, не показали, хотя уже рассказали, что проанализировали данные с этих дронов, тоже на самом деле странновато, ну вот, возможно, что-то, вот все, что произошло, оно более серьезное, чем они пытаются нам объявить. Ян, еще хочется тебя спросить, такая важнейшая тема в плане войны и противостояния двух сил, это грядущее украинское наступление, которого, ну по крайней мере, судя по СМИ, многие ждут и по ту сторону, и по эту. Сейчас видно со стороны России какие-то они готовят укрепления, готовят ли они, по твоим данным, какую-то, не знаю, тактику при обороне, или наоборот, они просто оставляют эти территории и больше ничего? И насколько хорошо выглядит эта готовка к наступлению? Ну, российские войска готовят оборону на юге довольно активно, об этом многие сообщают, и левый берег Днепра укрепляют, то есть не тот, на котором Днепра и на котором Херсон находится, а вот, собственно, другой, который ближе к Крыму. И, что довольно забавно, писали о, ну и видео есть даже, где грузовик вроде как везет бетонные доты, такие, ну, подготовленные бетонные клетки, так скажем, которые потом закапывают землю, в сторону Кенбургской косы, это такой небольшой узкий участок земли, который выдается как раз в сторону Николаева. Он совершенно не важен, в принципе, то есть только если там украинцы, может быть, захотят десант на нем высадить, что тоже выглядит довольно странно, но вот, возможно, там пытаются что-то укрепить, не знаю, насколько это серьезно, я очень сильно сомневаюсь, что за эту Кенбургскую косу будут какие-то бои, но вот, тем не менее. Плюс, ну, остается вот эта вот линия Вагнера, кстати, что-то не видно, как-то видео или фото оттуда больше, как-то вот попиарились и перестали, обещали 200 тысяч, 200 километров, простите, ну, может и 200 тысяч, но вот показали разок и все, видимо, уже закончилось все. Ну и, естественно, они переходят к обороне на северном участке, но там пока непонятно, что по укреплениям. Я думаю, что сейчас они пытаются выстроить какие-то укрепления вокруг Сватова, используя в том числе мобилизованных, но прям подробной информации нет оттуда. Взрывают мосты кое-где на пути возможного наступления украинцев? Мосты, насколько я помню, это было через реку Красная, да, насколько там писали в последние дни. Еще, Ян, напоследок хочется этот короткий вопрос тебе задать. Ты тоже видел, сегодня два вертолета Ка-52 в Пскове взорвались. Военные эксперты, мы бы не стали спрашивать, но тебя, как военного аналитика, хочется спросить, да, взорвались, повреждены взрывом два вертолета Ка-52. Твое предположение, что это могло быть? Кто-то где-то не так покурил? Ну, или что? Вот у нас уже целая карта вот этих неправильно покуривших людей по всей стране. Ох, ну, честно говоря, сложно сказать. Вот информации довольно мало, пока вот только такие вот в телеграм-каналах что-то пишут. Ну, теоретически все, что угодно могло быть, конечно. Может, как-то заправляли там. Там надо понимать, что произошло именно взрыв. Я читал, что да, был именно взрыв. Тогда, возможно, это, скорее всего, боеприпасы взорвались. Может быть, какие-то проблемы при заправке. Но я сомневаюсь, что это могла быть какая-то атака или диверсия. Все-таки Псковская область довольно далеко находится от территории Украины. Там куда-то туда добираться. Причем совершенно не обязательно, что там были бы эти Ка-52 и что они вообще используются для войны. То есть непонятно. Скорее это может быть проблема неопытности персонала, потому что, ну вот когда мы говорим, что солдаты у Путина кончаются, что вот всех отправляют на фронт, кого только могут. Так это же касается и обслуживающего персонала. Ведь нужны не только те, кто сидят в окопе, нужны и те, кто будет там вертолет заправлять, готовить его к вылету. Не только пилот, который в нем сидит внутри, но и вот эти все люди. Они тоже должны быть не абы какие. Это же очень опасное, сложное оборудование. И чуть что не так сделал, как бы и все. Вот такое может произойти. Так что я вполне допускаю, что это просто опытных уже отправили на войну, а не там находятся. А вот в Пскове это как бы не фронт, и там менее опытные. Ну вот они, мы могли ошибиться. Вполне возможно. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...